Романтический комический комик? Почему я? Я тут подумала, дорогая, и думаю, что для наших более интимных моментов было бы важно оставаться наедине, или по крайней мере, почаще, чем со всеми присутствующими. Ну, сейчас еще рановато об этом думать, но ты все же права, сладкая. Звучит очень мило. Я бы хотела попробовать наедине, особенно пока я разогрелась от этой идеи гарема. Это звучит справедливо и неплохо. Да, я уверена, что мы все хотим, чтобы наш первый раз с ней был особенным и нежным. Конечно, это, вероятно, по-любому лучше для вас, девушки. Скажите на милость, с чего бы это? Ну, мы все знаем, что я буду фавориткой, так что будет лучше для вашего самолюбия, если мы сделаем это породен. Я, очевидно, лучшая из нас всех. Давайте посмотрим правде в глаза. Я полагаю, что я буду лучшей подругой и любовницей, и удовлетворю ее лучше и дольше всех вас. Нет, если предыдущая концовка не является признаком, мисс, равно 10 секунд. Позволь напомнить тебе, дорогая, что наш гарем это не соревнование, здесь мы все равны. Рарити права, Дэш. Я не играю в любимчиков. Я люблю каждого из вас одинаково. Это ложь. Как и у других родителей, у тебя будет любимица, но ты будешь отрицать это, чтобы пощадить чувства других. Рэмбо, Дэш, ты ведешь себя по-детски незрело. Это важная тема, и ты должна понимать, что мы все равны в этом плане. Не говоря уже о том, что твоя бравада – это, безусловно, щит для твоей неопытности. Если уж на то пошло, ты, возможно, наименее подготовленный из всех нас, и вряд ли сможешь удовлетворить Эпплджек. О, похоже, у большой белой цыпочки есть какой-то хребет. Хочешь проверить это на практике? Я бы с удовольствием показала тебе, дорогая, но сейчас не время. Рэмбо, Дэш, Эпплджек – это не какой-то приз, ради которого мы играем. Звучит как оправдание для меня, Шай. Рэмбо, Дэш, пожалуйста, я видела твои сны. Я могу с уверенностью сказать, что ты все еще очень невостребованная девушка. Она назвала тебя девственницей? О, я вам покажу! Стоп! Пожалуйста, никаких ссор в этом стаде. Я хочу постараться, чтобы мы были все вместе, а не разрывали друг друга на части. Эпплджек права. Если мы хотим, чтобы это сработало, мы должны уважать друг друга. Вам в любом случае всем очень не хватает нежного прикосновения. Эй, я могу быть нежной, если захочу. Но сможете ли вы стать чумовыми? Тише, вам, неопытным кобылкам, нужно научиться немного владеть собой. У меня достаточно опыта, спасибо большое. А разговоры о самоконтроле – это лишь богатое слово, исходящее от вас. Ну же, девочки, это становится просто смешно. Мы слишком хорошие друзья, чтобы вести такую мелочную дискуссию. Кроме того, это вещи, которые мы даже не можем знать наверняка, пока мы все не побываем в постели с Эпплджек. Хоть разок. У меня, конечно, есть один способ выяснить это. Прямо сейчас. Ну, ну, девочки, мы же договорились действовать постепенно, верно? Что ж, это определенно был бы способ прекратить ссоры. Я думала, мы договорились, что лучше сделать это особенно. Разве ты не согласна, Флаттершер? Что ж, в идеале, да. Но если мне придется мириться с тем, что Дэш хвастает и скорбляет нас, я лучше покажу ей, что она ошибается. Эй! Тогда почему бы нам просто не надеть на нее намордник? Эй! Или еще лучше. Вышвырнуть ее вон из гарема. Эй! Нет, я хочу, чтобы получилось со всеми. Дорогая, как бы я не предпочитала хорошую и медленную романтику, очевидно, что мы все желаем тебя. Ты хочешь сделать то же самое с нами? Ну да, но я хотела сделать это более особенно. Тогда давайте сделаем так, чтобы это произошло, и мы будем лучше знать, насколько мы все совместимы. В конце концов, физическая совместимость не последняя для отношений, не так ли? Я полагаю. У меня есть кровать, которая вместит десятирых в контрлоте, и я могу вызвать ее сюда. Что? То, что у меня не было королевского гарема, не означает, что я не была к нему готова? Если мы освободим мою комнату для шитья, там должно быть достаточно места для такой кровати. Ладно, девочки, вы все правы. Давайте сделаем это. Здесь просторно. Мы можем попробовать здесь. Комната достаточно большая, но потребуется много времени, чтобы убрать все вещи Рарити. Нет, это должно быть сделано быстро. А? Теперь я просто обязана выучить это заклинание. Это сделает уборку после работы легким ветерком. Может быть, в другой раз, дорогая Рарити, сейчас у меня есть более неотложные дела. А теперь, кобылки, уступите место новой кровати. А? Идеально. Она должна великолепно послужить нам. Это она? Да. А чего еще можно ожидать от кровати? Ну, я не знаю. Подушки, например. И от королевских особ я ожидала увидеть атласные простыни. Или что-то в этом роде. Даже по моим меркам, это очень практичный подход к дизайну кровати. Определенно не могу сказать, что я думаю об этом. С таким количеством тел подушки заняли бы много драгоценного места на кровати. Просто используйте чужие вещи или круп вместо подушки. Атласные простыни могут быть хороши для пар. Но в нашей ситуации было бы много путаницы, особенно учитывая все эти рога, крылья и конечности. Почему она круглая? Края могут быть наиболее полезны и удобны для позиционирования и размещения во время секса. Увы, углов нет. Это также означает равноудаленность от центра, где, как я предполагаю, скорее всего будет Applejack. О, ладно. Это, конечно, немного, но кое-чего эстетически не достает на мой вкус, дорогая. Послушайте, мы пришли сюда, чтобы обсудить форму кровати и принять участие в прыжке в вишенке. Хм, ладно, Applejack, давай проверим ее. Ложись в постель и раздвигай ноги. Редактор субтитров А.Семкин